В сегодняшнем уроке я покажу простой способ нарисовать довольно реалистичную ягоду клубники. Размера она у меня будет небольшого, так что на эту же страничку потом добавлю еще что-нибудь. Начинаю рисунок с круга. А дальше достраиваю форму таким образом, чтобы кончик и бачок ягоды лежали на одном уровне. Вообще клубника бывает разной формы, так что тут возможны и другие варианты. Теперь добавлю ей зеленые листочки. Я не срисовываю свою клубнику с какой-то одной фотографии, а делаю такой собирательный образ. Между листиков добавляю еще хвостик. Предварительный рисунок готов. Обвожу его тонким черным линером. Для раскрашивания буду использовать следующие цвета. Для самой клубники бледно-розовый, обычный красный, темно-красный или бордовый и оранжево-золотистый. Для листочков два зеленых оттенка и средний серый для тени. Начинаю с более светлого красного. Намечаю область блика, которую надо будет обходить и еще отделяю самый кончик. Все остальное буду равномерно закрашивать, кроме еще тонкой полоски вдоль контура сверху, а также снизу, где у клубники будет светлый рефлекс от стола. Кончик ягоды теперь закрашиваю бледно-розовым и стараюсь, чтобы граница между заливками была как можно более плавной. Сверху добавляю золотистый. Теперь буду прорисовывать округлые углубления под семена. Они будут идти такими поперечными рядами. Дальше, уже на красном фоне, буду использовать бордовый. Самые близкие к краю углубления будут немного уже остальных. В следующем ряду семена буду располагать в шахматном порядке. Каждая новая между двумя предыдущими. И так дальше по всей поверхности клубники. Сверху все опять перекрываю слоем цвета нижней заливки. Белые места вместе с семенами закрашиваю бледно-розовым. Опять беру бордовый и прохожу снова по всем углублениям, утемняя их. Но на этот раз пятнышки делаю гораздо меньшего размера. Теперь белой ручкой добавляю в углубления сами семена. Так как семена выпуклые, то вдоль контура клубники они будут также немного выделяться. Из-за того, что я нанесла белую ручку на еще влажноватую поверхность заливки, она слегка окрасилась и семена стали бледно-розовыми. Если у вас вдруг этот эффект не получился, то можно вручную немного подкрасить семена, чтобы они не были слишком ярко белыми. Главное не тереть семена маркером, чтобы совсем не смазать их, а просто слегка к ним прикасаться. Теперь займусь зеленью. Сначала темным зеленым закрашу примерно половину каждого листочка у его основания. Хвостику придам объем. Теперь все оставшееся пространство закрашиваю светлым зеленым. И как следует размываю границу с темным, чтобы переход получился плавный. Пока заливка еще не высохла, опять темным усиливаю затемнение. Вот эти два листочка внизу сверху утемняю еще серым, чтобы они ушли на дальний план. А те листочки, которые я наоборот хочу приблизить, немного высветляю по краю блендером. Теперь серым маркером добавляю падающую тень. Немного подкрашиваю тень при помощи розового. Это сама клубника дает на тень такой цветовой рефлекс. Край тени немного размываю при помощи блендера. И утемняю сильнее еще раз прямо под клубникой. Теперь тонким линером добавлю на клубнику немного деталей и текстуры. Листочки клубники имеют едва заметные ворсинки. И мне хочется их также добавить. Главное, чтобы они были действительно тонкие и едва заметные, а не превратились в колючки. И еще вот таким образом выделяю на клубнике каждое зернышко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последним шагом. Добавляю в белой ручке маленькие блики над теми семенами, которые находятся в самой освещенной части клубники. Жду вашей работы по этому уроку в инстаграме. И не забудьте добавить мой хэштег, чтобы я смогла их увидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА